Да, привет. Эксклюзивные игры, как бы кто ни относился к этому явлению, это нужно и важно. Они двигают продажи железа, создают конкуренцию в индустрии и даже позволяют формировать определенные сообщества вокруг той или иной платформы со своей собственной философией. Основная суть которой обычно все не правы, а я Д'Артаньян. С консолями вроде все понятно. Тебе нужен PlayStation для того, чтобы играть самое новое Sony кинцо, Switch для Марио и Зельды и Xbox для того, чтобы ставить на него свою шляпу. Про компьютеры в этой связи обычно принято не говорить, так как самые лучшие платформы не пристало защищаться и приводить в аргументы то, что на их стороне Ведьмак-Супермен. Да и облик того самого пика-геймера слишком размыт. Сложно поставить в один ряд бухгалтера Галину Ивановну, раскладывающую пасьянц, и того стрёмного соседа по общаге, наигравшего 100 тысяч часов линейку. Но тем не менее, за годы существования индустрии так и сложился определенный костяк проектов, разработчиков, студий и даже целых жанров, которые принято считать истинно пикашными по тем или иным причинам. И так оно могло бы и оставаться, но там где консоли, там всегда деньги, и многие издатели периодически пытались зацепить своими пикашными проектами ту совершенно по-другому сформированную и работающую консольную аудиторию. Насколько хорошо у них получалось? Ну, давайте посмотрим. Итак, начнем, наверное, с самого очевидного. Шутеры. На самом деле, уже как пару поколений, аргумент про то, что стрелять с геймпада неудобно, как будто бы отошел на второй план, хотя превосходство клавомыши все еще никто не отрицает. Из адекватных игроков. И несмотря на то, что свои шутеры на консолях всегда имелись, то же самое Halo на Xbox и GoldenEye на Nintendo 64, самые культовые представители жанра всегда зарождались на ПК, начиная с великой и ужасной Doom. Несмотря на то, что первая часть была портирована на все, что угодно, оригинальный Doom все-таки всегда был компьютерной игрой, что, впрочем, не мешало ему иметь эксклюзивный консольный спин-офф на Nintendo 64, который, к тому же, был, по сути, заперт на ней вплоть до 2020 года, так как не имел переизданий. А эмуляция Nintendo 64, скажем так, проще, наверное, заставить твоего восьмилетнего соседа, который есть песок, поступить в мгимо без связей. К счастью, сейчас это уже не является проблемой, и в Doom 64 спокойно можно поиграть на любой современной платформе. И это достойный Doom, с классическим геймплеем и просто охренительным, эмбитным саундтреком. Да, из этой части пытались сделать что-то вроде хоррора, с темными помещениями и даже какого-то подобия скримеров. Ну, по крайней мере, я их таковыми понял. Doom 3 практически на старте обзавелся версией на оригинальный Xbox, и это был довольно качественный для тех времен порт. Так и кармак, если что-то делает, то делает хорошо. Граффина в целом приятная, стрельба с геймпада более чем приемлемая, и та самая атмосфера темных закоулков марсианских лабораторий присутствует. Хотя, для меня, если честно, Doom все-таки про дж-дж-дж и разлетающийся во все стороны мясо. Еще одним столпом главомышленной идеологии всегда были Valve, и, конечно же, непосредственно сам Габен. Steam, Counter-Strike, Half-Life, все это насмешливо превозносилось над грязными консоли-холопами. Даже несмотря на то, что все, что я сейчас назвал, на этих самых консолях всегда имелось. Ну, ладно. Первая Half-Life вышла на PlayStation 2, и вышла бы на Dreamcast, если бы консоль не закрыли. Касательно версии для консоли Sony, я бы сказал, что она вполне ничего. Граффин чуть подтянули, автоприцел всрали, модные стрейфы при поворотах в целом неплохо. Подгрузок областей стало, конечно, в разы больше. И если говорить о, в принципе, проблемах старых игр, отсутствие автосохранений поначалу оставило меня в экзистенциальном шоке, когда я помер спустя полчаса игры и понял, что придется проходить это 12-часовое вступление с трамвайчиком и бесконечными коридорами еще раз. Кстати, те, кто в свое время шутил про Капитана Прайса и открывание дверей, советую еще раз поиграть в первый Half-Life. На самом деле, это была отсылка к классике. Несмотря на отмену релиза версии для Dreamcast, готовый билд через какое-то время слили в сеть, и она даже получила полный русский перевод от пиратского сообщества. Эта версия, что ж, она работает, этого у нее точно не отнять. Хотя местное управленческое решение для геймпада с одним стиком ощущается довольно остро. Передвижение перекинули на кнопки, которые справа, а прицел на стик, который слева. Так что все мои наработанные годами навыки игры в шутеры на консолях идут нахрен. И подгрузки. Они тут бывают по несколько раз за одну минуту. Так что, наверное, это уже более весомая проблема, чем версии для PS2. Еще одна интересная особенность этих двух версий, это то, что к ним приключены разные аддоны. К плойчному чисто мультиплеерный Decay, в который я по очевидным причинам не смог поиграть. К Dreamcast'у Plus Shift, который одиночный и больше про стрельбу, в который, ну впрочем, тоже нет. Вторая часть Half-Life выходила на оригинальный Xbox. И она в целом тоже играбельна, но серьезно, оно тебе настолько нужно? Это явно не Doom 3. Большие открытые пространства сыграли свою роль. Граффин ввиду этого значительно хуже. Порой текстурки-то говно даже прямо перед носом, взять хотя бы водный мотоцикл. Просадка кадров тоже вещь тут довольно привычная. В особо экшеновые моменты их количество могло соревноваться только с количеством игр про Соника, где он не раздражающий говнюк. Подгрузки областей тоже, естественно, не такие, как на ПК. В среднем они тут, наверное, каждые 2-3 минуты. Да, конечно, это все еще второй Half-Life, одна из величайших игр всех времен. Но как минимум, это, наверное, самый худший способ с ним ознакомиться. Намного интереснее для меня было наличие на боксе вполне полноценного Counter-Strike. Я был уверен, что это лишь набор миссий, а-ля Condition Zero. Но каково было мое удивление, когда я узнал, что это наоборот. Чисто мультиплеерный вариант с поддержкой локалки и даже Xbox Live. Одному побегать с ботами все еще можно, и набор карт, меня, как заставшего времена компьютерных клубов по 5 рублей в час, очень порадовал. Assault, Mansion, естественно, Dust и даже Италия с тем самым радио. Правда, без куриц. Но, если честно, не все из них были в оригинале. Я играл в модифицированную версию с добавленными картами. Но классический геймплей все еще хорош, хотя разработчикам и пришлось пойти на ряд существенных компромиссов. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, количество игроков в команде. По стандарту это всего 10 человек на карте. Но если сервер это отдельная приставка, не участвующая в поединке, то количество слотов возрастает до 16. При игре с ботами это вообще 4 на 4. Хотя, думаю, сделано это в первую очередь для того, чтобы не быть Counter-Strike-овым куколдом, смотрящим, как боты играют сами с собой. Также ушла часть пушек, но в целом, если не быть экспертом, то можно этого и не заметить. Основа вроде М4 и Калаша на месте. Короче, в целом играбельно и я бы сказал даже хорошо. К седьмому поколению ситуация сильно улучшилась. Orange Box, помимо трех новых игр, принес и нормальную возможность поиграть не только во вторую часть, но и первый эпизод. Недоступны до этого нигде, кроме пеки. Я уже не говорю про в целом полноценные и бескомпромиссные две части Left 4 Dead'а и Portal 2, вышедшие также, одновременно на всех платформах. CS GO также имел место быть и на 360-м, и на трешке, хотя все еще смотрелся для меня довольно дико. Ну, хотя бы теперь при игре с ботами после смерти можно переключиться на любого другого болванчика и продолжить матч, а не смотреть на все со стороны. И плакать. Да и курицы вернулись, что тоже неплохо. Но самая большая дичь, это конечно Steam на PlayStation 3. Да, в свое время это было большим событием. Сам Гавен объявлял об этом на презентации Sony на E3, и он действительно запустился, и если задуматься, это такой разрыв шаблонов. Просто представьте, PlayStation только с ценами и распродажами Стима. Ну и вообще возможностью выбора из двух магазинов. Но, конечно, есть нюанс. Он работал только с Portal 2. И все. Столько пафоса и, я уверен, инвестиций в разработку и презентации ради такого сомнительного функционала. Это как если бы в версии Xbox для Windows был доступен только Peggle. Ладно, это все равно бы того стоило. Другой жанр, который всегда вроде как считался исконно пикашным, это стратегии. Во всем их огромном многообразии. И опять же, если начать копать, это ставится под сомнение. Command & Conquer и Red Alert выходили на первый PlayStation. Дюна на Сеге, строй парки опять же всякие разные, цивилизация. Игры серии Steam от Maxis и Уилла Райта всю историю выходили на консоли. Блин, The SimCity был стартовым тайтлом Super Nintendo. Кстати, это весьма забавная версия со своей нинтендовской атмосферой и Баузером на роли монстра, нападающего на город. Также в свое время я зацепил версию для PlayStation 1. И тоже ничего, по крайней мере мне тогда так казалось. Конечно, в сравнении с ПК все эти игры выполняют лишь программу минимум. Но если ты ждал от них чего-то большего, то наверное это для тебя на коробках с чаем пишут эту надпись. Главное, избегайте версию для DS. На таком маленьком экранчике можно построить город, разве что для IT-педии. Но Maxis это же еще и Sims. И как удачно, что у меня недавно выходил ролик про Sims на консоли. Повторяться не буду, но если кратко, не стоит. Также не обошел консоли и самый амбициозный проект Уилла Райта. Тот самый симулятор зарождения жизни. Спор. Правда в виде полувсратых спин-оффов. Игры на DS я трогать не хочу. Уж сильно грустно они выглядят. А вот Спор Хирос на Wii уже похож на что-то стоящее. Конечно, от оригинальной концепции практически ничего не осталось. Это сюжетное приключение с опорой на исследование мира и поединки. Не самое кривое из тех, что я когда-либо встречал, но довольно-таки скучное. Что, впрочем, не помешало мне создать самое ужасающее из существ в местном все еще неплохом редакторе и назвать его ДББД. Что зацепило лично меня, так это игры Blizzard. Второй варик на плойке был у меня в детстве. И я даже успел его уже упомянуть у себя на канале в ролике про PlayStation. Если кратко, в целом неплохо. Но на серьезный микроменеджмент, сопоставимый с мышкой, можно не надеяться. Но внешка из двух на высоте. Намного более странный порт это StarCraft 64. Просто... Почему? Это единственная игра Blizzard на Nintendo 64. И даже с учетом этого дьявольского трезубца и ужасного стика, все более-менее играется. Ну, на уровне второго того же Warcraft'а. Но типа... Это StarCraft на Nintendo 64. Как будто бармитца в сатанинском храме. Двигаясь в сторону RPG, Диабло. Фанатом я никогда не был. Но вроде как PS-версия первой считается даже неплохой. Графин терпимый, управление тоже. Не знаю, на мой неэкспертный взгляд, вроде норм. Особенно учитывая то, что одним из классов, если верить пиратскому русскому переводу, является Бродяга. Но, видимо, что-то все же было не так. Потому что вторая часть уже на консоли не заглянула. Куда более значимая для ПК серия, это, конечно же, Fallout. И я говорю не переосмысление от Тодда Говарда. А то самое изометрическое путешествие жителя убежища или избранного. Портов нормальных частей не было. Зато был свой спин-офф на PS2 и Xbox. Brotherhood of Steel. Про который, впрочем, фанаты серии предпочитают не вспоминать. И пусть заставка интерплей и в целом аутентичное интро вас не обманывают. Это довольно сомнительный экшен с видом сверху. Ну, в изометрии в смысле. Думаю, основная задача была добиться какого-то сходства на скриншотах. А остальное не важно. Боевка однокнопочная. Ролевая и диалоговая системы умерли при зачатии. А про сюжет я даже не хочу говорить. Потому что основной замес тут начинается с того, что мы член братства, который отбился от отряда и ищет своих. По пути, выполняя потрясающие задания. Вроде полутора, я не шучу, часовой зачистки склада от раскорпионов и крыс. С, напомню, вот таким вот геймплеем. И все бы ничего, ладно. Но одним из играбельных персонажей можно выбрать Гуля. Гуль в братстве стали. Который еще и бегает, как Наруто. Раз уж вспомнили Тодда Говарта, то поговорим и про свитки. Начиная с Обливиона, все понятно. Полноценная мультиплатформа, Скайрим, который стал синонимом перевыпуска одной и той же игры на нескольких поколениях. Но если брать старые части серии, то они все же являлись боярской классикой. Арена и Деггерфолл, по причине того, что старое говно, за пределы ДОСа не вышли. А вот Маравинт, который многими староверами до сих пор считается лучшей частью, так и заглянул на оригинальный Xbox. На тот момент, это наверное был самый амбициозный с технической стороны порт во всей индустрии. Масштаб это тут ничего себе. И поэтому еще круче выглядит тот факт, что решался недостаток мощей не столько ухудшением графики и сокращением контента, сколько техническими хитростями. Например, при загрузке определенных локаций, приставка без ведома игрока полностью перезагружалась, очищая таким образом кэш. Конечно, сказать о том, что игра совсем как на компе нельзя. Дальность прорисовки желает лучшего, разрешение, естественно, но если сильно хочется ознакомиться с классикой, то вполне рабочий вариант. Если смотреть на эту подборку, то, наверное, можно сделать вывод о том, что оно того не стоило. Большая часть игр на консольном железе тех лет работала и выглядела гораздо хуже. Управление, рассчитанное на клаву-мышь, разбивалось о существенно менее чувствительные стики и сокращенное количество клавиш на геймпаде по сравнению с клавиатурой. А там, где оригинальный геймплей было просто невозможно передать, в ход шли переработки концепции и странные спин-оффы, большая часть из которых, ну, просто мусор, оставленный на задвожках индустрии лишь для того, чтобы через 20 лет его нашел я. Спасибо. Но все же нельзя сказать, что все эти эксперименты шли только во вред. Как и никак, сейчас все выходит на всем. И без тонны проб и ошибок мы бы, наверное, не получили возможность играть в готику, сидя на унитазе. И, наверное, это все, что я хотел сегодня сказать. Спасибо за просмотр, если ты еще здесь. Лайк, репост, колокольчик, подписка. Заглядывай в телегу и бусте, если хочешь поддержать канал. И все. Давай. Пока.